Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Я поприветствую вас с Бишкека, с Кыргызстана. И вот я хочу отвечать на вопросы, которые пришли к нам на ежедневную нашу рубрику. Хочу ответить. Эльмира задает такой вопрос. Добрый день, я делаю людям добро, где-то подсказываю, как правильно поступить, где-то отговариваю от совершенных дурных поступков, где-то даю хорошие идеи. Но после этого получается, что я делаю людям добро, но получается, что обратная реакция такая. Вот недавно на работе дала хорошую идею коллеге по работе. Она использовала эту идею против меня, а я осталась в проигрыше. Она выиграла. После этого случая я дала себе слово, что больше людям добро не делают. Но сделано минуем добро от этих же людей возвращаться мне злом или неудачей. скажите, как мне быть, Эльмира дорогая. Делайте добро, независимо от того, они понимают это или нет. Независимо от того, как они отвечают. Потому что делая добро, мы сами становимся добрым человеком. Мы развиваемся. Вот в этом особенности. Если вы не делаете добро, у вас не растет внутри вас ваша доброта. Будьте благодарны, если кто-то берет ваше добро. Добро. Любовь, добро, молитва, добро, которое делается с ожиданием, это уже контракт, это уже не добро. Это условие. Я тебе темнею. Маттореза говорит, что добро, сделанное тобою, будет забито. И все же твори добро. Все то, что ты построил годами, будут разрушены на одно мгновение. И все же построй. Откровенность, открытость, делят тебя уязвимым. И все же будь открытым и откровенным. Отдай миру все самое лучшее, ты получаешь жестокий урок. И все же отдай миру все самое лучшее, то, что у тебя есть. Это слова Маттореза. Поэтому я думаю, что надо делать добро, независимо от того, как они относятся. И будьте вдохновлены от того, что вы смогли это делать. Продолжайте делать. Не смотрите на ответы людей. Как они реагируют. Это их понимание. Это их выбор. Но вы делите добро. Вы победите. Дина Курмангалиева спрашивает. Здравствуйте. Это правда, что аптека неблагочестивый бизнес? Я работаю в этой сфере и недавно узнала, что это неблагочестивый бизнес. Верно ли это утверждение? Дина хотела открыть свою аптеку, а теперь не знаю, что делать. Все мои мысли и цели были связаны с аптекой. Дина, дорогая, идите открывайте. Не бывает неблагочестивый бизнес. Кто сказал вам такое? Вы помогаете людям выздоравливать. Вы помогаете людям избавиться от боли. Это не означает, что вы мечтаете, что люди болели. Нет, дорогая моя. Ваша задача просто помочь людям действительно не болеть. Избавиться от боли для них доступнее. Решать их проблему. Представьте, на минуту, если весь сфер медицину убрать, сказать, что она неблагочестивая, клиники нету, диагностики нету, стоматологии нету, роддома нету. Вы знаете, что будет в этом наше общество? Это один из самых благочестивых бизнес, один из самых добро. Только не сделайте так, чтобы много было моржа и накрутка. Не накручивайте чрезмерно. Тогда это ваш бизнес будет на благо народа. И Бог даст, вы просветайте. Сатурев Даврон спрашивает. Здравствуйте, как держать постоянно мотивацию, чтобы каждый день работал, читал, действовал, как будто заново начало. Правильно, Даврон. Даврон Джон, знаешь, что тебе нужно делать? Читай каждый день свои цели. Пиши их каждый день. Каждое утро это для тебя будет тренировка ума. Ты же каждый день кушаешь, чтобы себя держать жизненно способным человеком. Правильно? Точно так же корми свой ум. Если ты кормишь свое тело, не кормишь свой ум, твой ум не растет. Пожалуйста, каждый Божий день корми свои мозги. Приписывай свои цели, почитай свои цели. Каждый день читай книги, запольняй новыми мыслями. Когда у тебя в голове будут постоянно твои цели, ты постоянно вдохновлен, энергичный. Но стоит, чтобы у тебя в голове забывалось о твоей цели, тут же твой мозг начнет видеть барьеры и препятствий. Каждый вечер записывай, что ты сделал то, что приближает тебя к твоей цели. Что ты сегодня сделал для этого, конкретные действия. Пусть они будут маленькие. От 5 до 10 действий пиши. Тогда ты каждый день будешь в состоянии вдохновленных. У тебя будет внутреннее состояние, высшая норма. Это ближе к энтузиазм, вдохновение. На уровне действия ты готов действовать. Елена, госпожа Лена спрашивает из Крим. Уважаемый учитель, почему так получается я ставлю цели, цели которые направлены на бизнес, а он у меня один, это стивой. Очень медленно развивается или просто стоит без движения. А вот другие цели достигаются. Я решила для себя, что еду на ваш мастер-класс на Озеро Иссыкуль. И вот я на старте оплатила уже сам мастер-класс. И теперь соберу деньги на поездку. Запланировала с мужем поездку в Екатеринбург. И вот мы туда и летим. И так много примеров. А вот твой бизнес стоит на место. Бизнес твой требует много внимания. Я еще работаю на основном работе и получаю очень маленькую зарплату. Бросит работу, боюсь, пока от твоего бизнеса заработок тоже небольшой. Что делать? Дорогая Лена, делайте так. Если вы работаете с твой маркетингом, твой маркетинг работает по принципу философии китайского бамбука. Я сейчас выпускаю новую книгу. Эту притчу я туда расписал. Послушайте внимательно эту притчу. Когда-то к монаху пришел человек и говорит, вот я работаю, работаю, деление идет. Я занимаюсь бизнесом, деление идет. Успех не идет. И тогда мастер, мастер Дао, позвал этого человека и вел его у себя за двором и показал в огороде, где он сажал бамбук и еще одно растение. Я тот растение забыл, правда, как назывался. И вот бамбук и того. И он сказал, что одинаковое время посидел семена бамбука и того растения, но одинаково поливает их. Но через некоторое время, тот растение, которое он говорил, он вырос хорошо. А бамбука не было, не видно. Первый год даже не видно было. Второй год не видно. Третий год не видно. Только на пятый год, спустя четыре года, на пятый год только бамбук начал резко расти, что даже стал самым высоким среди всех растений в его огороде. И тогда мастер сказал, требовалось четыре года, чтобы бамбук укранили свои корни глубоко-глубоко на земле. И достигал больше влажности, чем остальные растения. И поэтому за год он обгонял всех их. Поэтому этим что я хочу вам сказать. Свой маркетинг – это такой бизнес. Если вы работаете сейчас где-то не будут, где-то работает, не бросайтесь твой бизнес до тех пор, пока ваш доход от твоего маркетинга не будет больше, чем зарплата, которую вы получаете. Чтобы вы без денег не остались. Продолжайте работать. Просто продолжайте работать. Выделяйте чуть больше времени. Но выделяйте стабильное время. Каждый день один час, либо два часа. Многие люди, которые занимаются твой маркетинг, они обычно занимаются этим бизнесом по такому принципу. Но они ждут удобный случай. Если это удобное время получится, если удобный случай, они это делают. А если такого нет – нет. Они откладывают на потом все. Пожалуйста, свое время наделайтесь стабильно каждый день. Каждый день по чуть-чуть, используя стратегию капли в воде, вы победите. Не бросайте бизнес. С твой маркетинге только в одном случае человек проиграет. Когда вы проиграете? Если вы бросите бизнес. Если вы останавливаетесь. А в любви других случаев, вы все равно в игре жестоке. Вы навыки прообретаете. Опыт прообретаете. Вы станете мастером. Вы умнее станете. С твой маркетинг – это мощная школа. Развивайтесь. Занимайтесь этим. Ирина Леонтова спрашивает. Здравствуйте. Подскажите, могу ли я как-то изменить мышление своего мужа? Он всегда утверждает, что если твои родители никогда не были богатыми, то и ты не станешь богатым. Я, конечно, понимаю, что все возможно, но не знаю, как донести ему это понимание. Само я работаю постоянно в том направлении, чтобы измениться. Но при этом мне постоянно мешает мое окружение. В частности, мой муж. Он говорит, что ты не будешь богатой, потому что твои родители не были богатыми. Ирина, дорогая, конечно, по генам передается уровень понимания, уровень мышления. По генам передается в течение семи поколений. Возможно, прямое поколение у вас мама и папа не были богатыми, но были в течение семи поколений много умных людей, много мастеров. Среди этих семи поколений были много особенных людей, потому что за семь поколений всегда найдется людей, которые очень сильны, очень реализованы, очень успешны. Это всегда так. Поэтому в вашем гене тоже сидит очень большой успех. Просто нужно, чтобы его разбудить в себе. То, что говорит вашему мужу, что если твои родители не богатые, ты не станешь богатым, это неправда. Это правда станет для тех, кто верит этому, кто делает от этого для себя правила. Любой человек хозяин своей собственной жизни. Вряд ли папа или родители, скажем, Юрия Гагарина, летели в космос. Вряд ли. Вы представьте, на минуту, если он сказал, что мои родители не летали в космос, я не буду. Вряд ли в родителе Алла Пугачёва были такие звезды. Вряд ли родители Мухаммеда были великие боксеры. Вряд ли родители Махатмаганда были великими, можно сказать, видавшимися личностями. Вряд ли. Я не верю этому. Но это работает. Если ты этому веришь, для себя деляешь это правило. Посмотрите. Вряд ли вы родители Ломоносова были такие. Лелина или кого-то. Выдающие историю, посмотрите. Да, по генам передается. Я это понимаю. Но человек способен как раз изменить свою судьбу. Эдисон изучайте. Посмотрите, судьба Эдисона. Посмотрите, Авицена. Это Вендеркин какой-то. Он основал традиционную медицину. Он первый человек, который, можно сказать, делал операцию людям. И всю жизнь на беганье умер. Потому что под шаг хотели его убить. Его читали неверующим, потому что он резил людей в морке. То есть после смерти. И поэтому, чтобы изучать. Если вы внимательно посмотрите все великих людей, мы поймем, что эти люди сами создавали себе судьбу. Пожалуйста. Ваш муж, я понимаю. Вы ему говорите, что приведите те примеры, которые я вам сказал. Посмотрите в жизни много богатых людей. Например, Роберт Косаки. Его папа был беден. Богатый папа, бедный папа, он писал. Правильно? Это конкретный пример. Он же говорит, что его папа был чиновником, который беден, который постоянно думал о долгах. Родной папа был такой. Он ходил, учился у друга, отца своего друга и стал богатым. Это прямой пример. Таких очень много. Очень-очень много. Поэтому дайте книгу. Именно пусть он сам почитает эти вещи, пусть увидит. Тогда он поймет вас. Много примеров. Я знаю очень много богатых людей, которые не были богатыми сначала. Поэтому задавайте актуальные вопросы. Ставьте лайк под это видео. Рекомендую своим друзьям, знакомым. Пусть они задают свои вопросы, волнующие им вопросы. Вдруг мы через это поможем кому-то. Вы станете причиной изменения жизни кому-то человека. Распространяйте добро в мире. Распространяйте мир в этом мире хорошего. Тогда запольняется в вашей жизни много хорошего. Каждая поддержка, которую вы проявляете, каждый поступок, который мы делим с вами, это есть та семена, которую мы сажаем. Мы как садовники. Мы как садовники, сажая добро, получаем плоди добра. Поэтому, дорогие мои, рекомендуйте эти каналы своим друзьям, знакомым. А вдруг это кому-то поможет. Вдруг ваша рекомендация станет причиной. И изменится судьба человека. Нам об этом не знать пока. Только один из семейшней знает. Спасибо вам, что посвящаете и слушаете нашу рубрику. Спасибо. К вашим услугам. До влата. Редактор субтитров А.Семкин